С нами на связи Давид Шарф, военный обозреватель. Давид, приветствую вас в эфире информационного марафона на телеканале Freedom. Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле есть несколько составляющих, и то, о чем мы говорили даже в нашем таком небольшом аналитическом материале, это все-таки то, что Российская Федерация огромные сегодня усилия, внимание, уделяет производству и ракеты. Мы понимаем, для чего это делается, потому что ракетный арсенал, даже несмотря на то, что на 24 февраля 2022 года Российская Федерация была в лидерах среди тех стран, которые имели огромный все-таки арсенал именно ракет. Но также мы сегодня говорим о том, что Российская Федерация, понимая, что танки все-таки имеют свойство заканчиваться, она уделяет внимание и танкам. И еще третий аспект, о котором мы говорили в нашем материале, это то, как работают вторичные санкции, это то, как необходимо сегодня усиливать эти процессы для того, чтобы в обход санкциям не приходило в Российскую Федерацию, то необходимо электронное сегодня снаряжение для того, чтобы они могли производить ту или иную продукцию. Давайте мы, Давид, начнем все-таки с ракет. Вот исходя из той аналитической информации и тех материалов, которыми вы владеете, сколько... вот я говорила, что на протяжении месяца Российская Федерация, используя свои собственные мощности, может производить сегодня около сотни ракет. Я, на самом деле, не называла, какие это виды ракет, потому что, понятно, калибры, кинжалы, Искандер-М, Искандер-К, Х-101, достаточно много видов ракет на вооружение Российской Федерации. Но, по вашему мнению, Давид, сколько сегодня ракет на протяжении месяца может создавать Российская Федерация? И, исходя из тех мощностей собственных, которые имеет, какие виды ракет Российская Федерация может сегодня создавать, не используя то, что приходит из ряда третьих стран? Ну, наверное, давайте начнем с конца. По всей видимости, без чего-то, что приходит из третьих стран, причем это не обязательно западные технологии, западные компоненты, это могут быть и сугубо китайские, например, запчасти или сугубо китайские составляющие, наверное, сегодня создать ничего нельзя. По большому счету, вот так, чтобы все было на 100% из российских, по всей видимости, нет. Так что зависимость от разного рода иностранных изделий есть, и где-то она даже критическая. Собственное мнение на счет того, сколько может Россия производить ракет, это тот самый случай, когда вот такого обоснованного по-настоящему собственного мнения быть не может. Дело в том, что здесь открытой информации, причем такой разноплановой и от очень серьезных источников мало. Есть у нас сообщение о сотне ракет, которые вы упомянули, за все про все. Причем речь идет о ракетах самых разных типов и выпускающихся разными предприятиями, в том числе, например, крылатых и баллистических. Баллистические – это кинжалы «Искандер», вариация баллистическая, у них есть крылатые крылатые, воздушного, наземного и морского базирования. В общем-то, речь идет о разных изделиях, и когда называют круглую цифру 100 или в каких-то других областях, знаете, миллиард, миллион, мне всегда сразу первая мысль, что точно-то не знают, но примерно прикидывают. На самом деле, это, в общем-то, правильный подход. Вот я думаю, что, например, у украинской разведки есть инструменты, кроме сугубо специальных и агентурных, есть инструменты, как прикинуть, сколько производится в месяц. Например, по тем ракетам, которые разрывались на территории Украины, по их обломкам можно судить, когда они были произведены, примерно прикинуть за многие месяцы, а сколько выстрелились, а сколько мы обнаружили ракет. То есть это один из критериев. По всей видимости, цифра 100 или плюс-минус 100, скажем так, несколько, менее 100, она довольно реалистично звучит. Точна ли она, я думаю, знают в ЦРУ и в Агентстве национальной безопасности США, однако она звучит реалистично, и она немного превышает количество, которые производились на первом этапе войны. Ну а косвенным подтверждением вот этой цифры могут служить, косвенным подтверждением, скажем так, увеличение, некоторого увеличения объемов производства, может служить более интенсивное их использование. И мы говорим, с конца апреля Россия более интенсивно, после такого промежутка, когда Россия, видимо, накопила произведенное, Россия более интенсивно использовала ракеты и говорит о том, что у нее появился определенный запас, а это результат, конечно же, в первую очередь производства. Тем не менее, несмотря на поступление запчастей, комплектующих определенных через третьи страны из Запада или сугубо китайских, такие своего рода узкие горлышки, бутылок, если можно так выразиться, для производства ракет и других изделий они имеются все равно. Это, во-первых, необходимо, чтобы количество комплектующих соответствовало планам и запросам, а это далеко не всегда так, тем более, когда приходится через третьи страны со сложностями это делать. Ну, а кроме того, конечно же, производство непосредственно. Даже девять самых лучших женщин не могут родить ребенка за один месяц. Так и это довольно глупое сравнение, но оно касается, оно, в общем-то, частично актуально кое-каких производственных моментов. Это и техническая база, и наличие специалистов. В общем, не так просто увеличивать производство при наличии запчастей, когда речь идет о чем-то достаточно сложном. Нужны кадры, нужны станки, нужно много чего. И поэтому нарастить далеко не всегда удается. Однако надо исходить из того, что в России прикладывают усилия для этого, и в России нельзя недооценивать. Кое-где они способны сохранить производство на прежнем уровне, а кое-где увеличить. Это несомненный факт, и это надо учитывать. Давид, из таких новостей, связанных с российским военным режимом, очень впечатлил визит Шойгу в КНДР, в Корейскую республику. Это же наверняка про боеприпасы, это же наверняка про оружие. Как вы думаете, что они там могут насобирать? Это что-то отремонтированное советское, какие-то украденные или переработанные китайские технологии, которые могут быть у Кореи? Немножко сориентируйте нас, зачем Шойгу летал к Ким Чен Ыну? Для начала стоит отметить, что сам по себе визит в Шойгу очень неординарный, министра обороны России в Северную Корею. Тем более по такому поводу, как 70-летие так называемой победы в той войне, это повод, по которому российские министры обороны и гости такого ранга в Корею не приезжали. То есть это дополнительный намек, что событие совершенно нерядовое. Россия, давайте рассуждать чисто логически, информацию реальную нам, я думаю, если будет оружие, нам предоставят американцы, как было с Ираном и другие разведки. Однако давайте рассуждать логически. Россия очень однозначно, это просто не предположение, это факт, нуждается в широком перечне боеприпасов. Доказательство тому и сообщение, подтверждение о лимите и резкое снижение количества используемых боеприпасов на фронте, и закупки в Иране, и те же покупки в Северной Корее, уже имевшие место, но, видимо, символические. Россия нуждается в артиллерийских снарядах калибра 122 и 152 миллиметра, видимо, в минометных минах 120 миллиметров и 82 миллиметра, и для ракеток, для установок ГРАД 122 миллиметра. Это такие самые базисные вещи, так называемая основная пища военных действий, в которых Россия нуждается. И Корея страна супермилитаризованная. У нее есть, она на протяжении долгих лет полагалась на собственные, в основном на собственные ресурсы, готовилась к войне и произвела огромное количество боеприпасов за десятилетия. В том числе и в первую очередь вот этих советских, так называемых советских калибров. Более того, у них производство существует. Темпы их производства мне лично неизвестны. Они, естественно, опять-таки известны разведслужбам Южной Кореи и Соединенных Штатов. Однако предположить, что у них запасы велики, это не будет нелогичным. И то, что они могут производить довольно немало. Это основа основ в том, что нужно России. Однако России нужна и кое-какая техника, бронетехника, бронемашины, бронетранспортеры, танки и артиллерия. Почему мы это утверждаем? Да потому что у России стало их гораздо меньше. Россия тянет с хранения всякого рода старьё. И если по поводу бронемашин, бронетранспортеров и танков у меня некоторые сомнения. То есть Корея, конечно, может их поставить, но сугубо советские модели. Собственно, это дополнительная сложность. И я не уверен, хотя это возможно. Вот, например, артиллерия, копии советских орудий, советские же орудия, собственные разработки под советские калибры. Это тоже может интересовать Россию, которая понесла большие потери и столкнулась с определенным дефицитом на линии фронта. И, наконец, ну можно, в общем, еще много всякого рода важных мелочей упомянуть, потому что у Кореи большие запасы широчайшего перечня. И еще бы я такой отметил момент очень любопытный. Это баллистические ракеты и реактивные системы залпового огня большого калибра. То есть не 122, а вот 220 и далее. И баллистические ракеты дальностью в сотни километров. Например, тот же корейский условный аналог Эскандера. У них есть ракеты, которые внешне Эскандер напоминают. И поражают цели, степень точности не очень, а на сотни километров. Так вот и здесь Россия испытывает значительный дефицит. Не зря Россия закупила у иранцев беспилотники-самоубийцы и вела с Ираном переговоры по баллистическим ракетам, которые вроде как не увенчались успехом. У Кореи есть широкий перечень товаров. Товая товаров. Широкий перечень изделий такого назначения. И здесь, а что может получить Корея от России в ответ? Ну тут вопросов нет. Разного рода продукции, что называется натурой. Корея нуждается во многих, совершенно во многих вещах. Будь то продовольствие, надо понимать, медикаменты, топливо. Ну и просто деньги, в которых тоже Корея очень-таки нуждается. Для Кореи это может быть, для Северной Кореи это такой шанс, лотерейный билет. Если Россия в самом деле хочет купить у них немало вооружений, то естественно в северокорейском руководстве, если они не сошли с ума, должны прекрасно понимать, что война им непосредственно немедленная не грозит. То есть на них ни Южная Корея, ни Штаты нападать не собираются. А потому можно поделиться запасом, частью своих довольно многочисленных запасов. Но это я так рассуждаю, поставив себя на их место. На самом деле у них очень специфическая логика и не всегда можно так подходить к вопросу. Наша логика это одно и к другое. Но война им немедленная не угрожает. Запасы у них большие, по широчайшему перечню боеприпасов и разного рода техники. Давайте такой нюанс, даже, например, Россия сейчас поднимает с хранения танки Т-62, а снаряды для танков Т-62 давно не выпускаются в России. То есть используются советские снаряды 70-х, может быть, начало 80-х годов, там и с годностью плохо, и с количеством. Корейцев есть танки аналоги Т-62 и конкретно Т-62, и они производят вот этот довольно, видимо, дефицитный для России. Это я предполагаю, что довольно дефицитный боеприпас. Таких примеров хватает. Сторонам есть что обсуждать и есть что друг другу предоставить. Ну а как оно в реальности окажется? Знаете, Северная Корея очень загадочная страна, логика там специфическая. Я думаю, что американцы дадут миру знать, если что-то произойдет, и это вполне может произойти. Просто тут понимаете, Давид, мы об этом же часто говорим, что Россия собирает по всем этим ангарам, по старым арсеналам советским, по всему миру готова это делать, но проблема в том, что с Северной Кореей у России есть граница. Как это не покажется парадоксальным? Эти страны граничат, и они легко могут обмениваться, там по железной дороге ходят вообще без проблем. Конечно. Железную дорогу, кстати говоря, как я слышал, тут я просто передаю слова тех, кто больше понимает конкретно северокорейско-российских отношений, не так давно ее даже восстановили. Она вроде как была особенно недействующая, а в начале войны ее восстановили, и там даже проследовали составы, и это было косвенным свидетельством первых поставок. Оружие или какого-то боеприпаса со стороны Северной Кореи России, об этом даже упоминали американцы, и говорилось в том числе, что оружие какое-то предназначалось вагнеровцам. Да, безусловно, общая граница облегчает, но сегодня и даже отсутствие общей границы не особенное препятствие, если, например, есть морское сообщение, а там никаких проблем нет с морским сообщением. Но минус, это, конечно, минус для России, это то, что все-таки речь идет о Дальнем Востоке, и доставка до линии фронта с Украиной, естественно, максимально длительная, но эта проблема, в общем-то, преодолима. Ну, если так совсем коротко, буквально на минуту, Давид, а вот инженерная мысль, вот мы рассказывали, коллега Лейла говорила в своем стендапе о этих в Дубне конструкторских бюро, вот их инженерная мысль, ну неужели они еще что-то могут придумать? Ну, достаточно, понимаете, ведь дело придумать-то они, может быть, и не особенно могут, тем более в короткие сроки, сегодня серьезные системы не создаются в короткие сроки, без испытаний и в тяжелых условиях. Однако достаточно делать то, что кое-как или неплохо работает, и это уже очень немало. А вот какие-то особые новинки и открытия, ну, знаете, это может быть только бонусом. В любом случае, тот же «Ланцет», например, который создает серьезные проблемы украинцам на поле боя, его и немного совершенствуют по ходу войны, и главное, его производят в более массовых масштабах, чем это до войны было. И это конкретный пример болезненного для Украины боеприпаса, с которым приходится как-то бороться и не всегда успешно. Поэтому очень не стоит недооценивать противника, переоценивать тоже не стоит, но главное это не недооценить и пристально следить за его возможностями, причем в том числе и даже теоретическими. Это залог успеха и залог понимания ситуации и угроз. Спасибо вам большое, Давид. Будем следить за российским арсеналом, за тем, как они его пополняют, и благодаря каким странам, и тоже этого не забудем, на самом деле, тем странам, Спасибо вам, всего хорошего. Это делает. Давид Шарп, военный обозреватель, благодарим вас за участие в эфире.